Здравствуйте, это канал Максимации! Сегодня я хочу вам представить Очень необычный телефон из 2006 года Это Samsung F300 Чем же этот телефон необычный? Возможно, вы уже заметили сами, что Давайте этот чехол пока снимем Дело даже не в чехле, а в его двухсторонности Спереди это обычный кнопочный мобильник А сзади это еще и плеер с более огромным экраном Samsung SGH F300 The Ultra Music Вообще, как этот телефон у меня появился? Ни у кого из моих знакомых, родственников, друзей Такого телефона не было Его мне подогнал троюродный дядя Внук двоюродной прабабушки Когда узнал, что я коллекционирую старые телефоны Вот он мне его подогнал Реально интересный экземпляр Я, правда, не мог его включить сначала Потому что у меня не было от него зарядки Зарядку мне потом подогнали Но оказалось, что там, в этом разъеме Куда ставили сим-карты Застряла мелкая сим-карта С очень большим трудом я смог ее оттуда достать И причем там какой-то оператор Вообще не русский был Я не помню даже, что за оператор В общем, не так важно Значит, что это за телефон Вышел он в 2006 году И являлся неким таким экспериментом Необычности в телефонах Полу-телефон, полу-плеер Давайте его рассмотрим, его внешний вид Во-первых, здесь вот такие вот кнопки Они все пластиковые И их тут довольно много Помимо цифр Вызова, сброса и двух функциональных клавиш Также имеется кнопка, ведущая в камеру И кнопка стирать символы Здесь Есть два экрана Основной экран Здесь Разрешение 176 на 65 точек Тем не менее До 65 тысяч светов отображать может Так что экран все равно Довольно функциональный А второй экран Разрешением 240 на 320 пикселей Диагональю 2,1 дюйма Что довольно-таки Довольно-таки большой дисплей Для 2006 года Есть камера Разрешение в 2 мегапикселя Располагается здесь Можно фотографировать Как самого себя Через этот экран Так и через вот этот Что довольно-таки удобно Есть Вот здесь кнопка громкости Вот это вот место Что фокусировка-то пропадает Вот это место служит для перезагрузки телефона То есть мы вставляем Так Он туда собственно И жмем Телефон автоматически перезагружается Есть разъем под сим-карту Она вставляется Вот так вот Как Показано на картинке Здесь Находится разъем под microSD Карточку И разъем под зарядку Такая вот зарядка Здесь были заглушки На всех этих разъемах Но они все отвалились Еще до того Как телефон попал ко мне Карты памяти Здесь microSD Но К сожалению Мой экземплярчик Что-то Их не читает Не определяет Не знаю в чем дело Поддерживается до 4 гигабайт Если не ошибаюсь Здесь Разъем Вернее не разъем А контакт Для Подключения Дополнительного аккумулятора Вот он Это не просто чехол Это одновременно чехол И дополнительный аккумулятор Вот сам аккумулятор Вот здесь А телефон подключается вот так Аккумулятор От того здесь К сожалению Несъемный Что Отсылает нас К современным Смартфонам У которых Аккумуляторы Несъемные Раньше Практически У всех телефонов Были съемные Аккумуляторы Что являлось Плюсом Я считаю Ныжние Смартфоны Вообще Не имеют Съемных Аккумуляторов Практически Не один Вообще Кстати Я не уверен На одном сайте Написано 240 на 320 На другом 176 на 220 Так что Непонятно Толком Какая версия Правильная Есть Один Динамик Только один И разговорный И основной Здесь Переключение на Блокировку Клавиатуры Такая вот Переключатель И кнопка Переключения Режимов С плеера На телефон Или наоборот Клавиши Для управления Плеером Сенсорные С исключением Клавиши Посередине Теперь Предлагаю Телефон Включить И посмотреть Его изнутри Samsung S-Jush F300 Rostest Fanklub Собственно По характеристикам Аккумулятор На одном сайте Написано 800 На другом 720 Миллиампер Выпускался Телефон Если не ошибаюсь Только в черном Сверте Хотя может быть Есть и другие Я по-моему Даже что-то видел Но могу ошибаться Вполне Не понял А что он Перезагружается Весит 78 Грамм Телефон Встроенной Памяти Здесь 128 Мегабайт Есть Ее можно Расширять Как я уже Говорил Но Мой Экземпляр Не читает Карт памяти Почему-то В режиме Разговора До Двух С половиной Часов Примерно Работает В режиме Ожидания До 155 Где-то Часов Если Подключить Дополнительный Аккумулятор Он Как бы Отобразится На Дисплее Вот Мигающий Да что-то Такое-то А? Перезапускается Что-то Сам Ага Теперь он Почему-то Симку не видит Да что-то Так Я на паузу Пока поставлю Короче Непонятно В чем прикол Видимо Сим-карты Иногда Отходит Появляется Вот среди Обычного Аккумулятора Еще вот этот Но Он мигает Потому что Разряжен Я вот сколько Не заряжаю Он все равно Разряжается Сразу же Практически Так что Толку от него Никакого нету Я его просто Сниму Сим-карта 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 Не рабочая Стоит Поэтому Только 112 Есть Время И дата День Недели И То что Включен Блютуз Да в этом Телефоне Есть Блютуз И Капорта Нету Есть только Блютуз Давайте Сразу же Посмотрим Камеру Она Умеет Только Фотографировать Снимать Видео Она Не умеет Сфотографировал Себя Можно Сразу Ее Отправить Куда-то И Сохранить В галерее Ой Не на ту кнопку Случай Не нажал Можно Во время Камеры Нажать Вот эту Клавишу И Переключение Пойдет На вот этот Экран Чтобы Можно было Фотографировать Вот так Давайте Сфотографирую Вот Телефоны Которые У меня тут Лежат Сжимаю Центральную Клавишу И происходит Снимок Можно С помощью Этой клавиши Удалить Либо Вернуться В камеру Это у нас Клавиша Переключает Все Назад А Правая Клавиша У нас А Нет Ребята Я ошибся Умеет Умеет Этот телефон Снимать Видео И Мы Сейчас Проверяем Собственно Запись Да Ребята Извиняюсь Я ошибся Давайте Посмотрим Видео Я сначала Не понял Просто Как включать Видеосъемку Поэтому Что-то Думал Это Меню Мы Посмотрим Чуть Позже Давайте Пока Вернемся Обратно Сюда Здесь У нас Вход Вконтакты Вниз У нас Блютуз Включается Вверх Будильник Туда Календарь Здесь СМС На это Все Можно Настраивать Клавиши Нажимаются Довольно Удобно Давайте Перейдем В главное Меню Здесь Несколько Иконок Здесь Журнал Звонков Телефонная Книга Приложения Интернет Сообщения Мои файлы Календарь Камера Посмотрели Уже Настройки Ну и Все Собственно Журнал Звонков Последний Пропущенный Исходящий Входящий Удалить Можно посмотреть Продолжительность Я то ли удалил То ли не знаю Почему тут ничего нет Телефонная книга Список контактов Можно создавать Новый Можно распределять По группам Моя визитка Свой номер Настройки Приложение Есть Будильник Сначала Во-первых Диктофон Давайте проверим Диктофон Раз Два Три Четыре Пять Проверяем Диктофон На Самсунге Триста Я поскольку За камерой Кнопки не вижу Иногда попадаю Не по тем Кнопкам Так что Можно Выделить И то Что кнопки Можно и перепутать Если нажимать И слепую Что Я бы не назвал Плюсом Для телефона Есть Мировое Время Можно смотреть Это реально Довольно полезная Штука Мало Кто пользуется Но полезная Штука Есть Несколько Будильников Можно их Поставить Причем Есть Автовключение Это когда Это когда Это мы Включаем Если мы Включаем То будильник Может Быть включен Даже Может Включиться Если мы его Поставили Конечно Даже когда Телефон Выключен Либо Не включается Есть Таймер С анимацией Причем Секундомер Напоминалки Управления Какими-то Ключами Я не знаю Что это такое Ну и меню Сим-карты В зависимости Сим-карты По поводу Интернета Здесь Домашние Страницы Ввести URL Поколение Сотовой Извязи Здесь у нас 2.5G GSM 900 1800 1900 Мегагерц По поводу Интернета Здесь поддерживается Edge И GPRS Сообщение Создавать Мои сообщения Шаблоны Можно Создавать Экстренные Сообщения Переключить Дисплей Правда В таком режиме Мы Не можем Печатать Сообщения Поэтому Даже не знаю Для чего Это здесь надо Так Нет В черновике Ничего сохранить Не буду Можно Также Отправлять И ММС Календарь Мои файлы Посмотрим Чуть позже Календарь Здесь вот такой Мы Не видим Никакую сетку Здесь мы Видим Только вот Такие Просто Даты И можем Напоминалки Ставить Неспроста 2004 Год Ставит К сожалению 2024 Год В телефоне Не устанавливается Максимальная Дата Какая здесь Ставится Я не припомню Давайте В настройках Проверим А заодно Настройки Посмотрим Во-первых Время и дата Автообновления Вручную Дата Вот я нажимаю 2 Оно не устанавливается Ага Вот Максимум А нет Подождите Максимум 2016 Год Только Можно Поставить К сожалению Телефон Вернее Время Уже Перешагнуло На 8 Лет Предел Так что Извините Ничего Поделать Не можем Есть Язык Есть Несколько Языков Русский Слава богу Есть Есть Приветственное Сообщение Можно поставить Быстрый доступ Клавиши Громкости Настройки Вот этой клавиши Среди дополнительных Есть Автодозвон Ответ Любой клавиши Я наверное Это выключу Автономный режим Я не буду Включать Сейчас Настройки USB Да Телефон Можно подключать ПК Дисплей Есть Две цветовые Схемы Это черная И белая Мне больше нравится Белая Обоих дисплеев Настраивается Яркость Дисплей При наборе Это цвет Собственно Который мы набираем Собственно В сообщениях Либо Цифры Можно Можно также Задавать Фон Звуки Звонок Стандартные мелодии Есть Есть Дисплей Обоих дисплей Рингтоны полифонические, полифония довольно неплохая Рингтоны полифонические, полифонические, полифонические.. музыкальный плеер мы посмотрим отдельно, а тут я вкачал несколько мелодий старых самсунгов динамик очень громкий динамик громкий и качественный динамик громкий динамик громкий динамик громкога Продолжение следует... Собственно, старая мелодия мне как-то нравится больше, чем те, которые в этом поколении уже пошли. Звук клавиатуры. Звуки, собственно, для клавиатуры, когда мы набираем номер. Настройки сообщений. Звуки. Давайте звуки сообщений посмотрим. Звуки включения и выключения. Звуки включения. Два. Ну и режим без звука. Еще поминутный сигнал, звук соединения, предупреждения. Все в меня было бы неплохо, кроме поминутного сигнала, конечно. Тайм-аут подсветки. Тайм-аут под два дисплея. Подсветка клавиатуры. Она белого цвета. Справка всякой услуги сети. Блютуз. Пин-коды, безопасность, соединение, сброс настройки. Собственно, теперь давайте перейдем в мои файлы. Посмотрим картинки. Во-первых, это фотографии, которые мы можем посмотреть. Которые мы фоткали. Что-то не могу понять, что это за люди. Вот и я. Один из них это я. Второй чуть не пойму, кто это. Видео. Видео, которое... Одно. Я не знал. Я реально не знал, что этот телефон снимает видео, потому что нигде не нашел, как смотреть. Но на таком экране смотреть что-то не очень-то вариант. Музыка. Музыку уже смотрели. Посмотрим отдельно в плеере. Звуки. Колосовые записи здесь у нас присутствуют. Другие файлы. Это то, что как бы не определяется с телефона, попадает сюда. ММФ, например, тут не поддерживается. В то время, как многие предыдущие, даже что-то такое, поддерживаются. Сейчас опять напишешь, что нет сим-карты или что? Ладно, окей. Давайте теперь переключимся на второй экран и посмотрим второй режим. Не нажал. Еще раз нажимаю. Короче, первый пункт меню это MP3 плеер. Второй. Камера. Альбом. Радио. И... Диктофон. MP3 плеер посмотрим сначала. Блин, как это непривычно вообще, а. Блин, вообще так непривычно управлять такими кнопками. Кнопка назад внизу, здесь кнопка по функциям, а это кнопки пролистывания. Давайте к музыке перейдем уже. Треки переключаются не очень удобно. И к сенсорным клавишам привыкать не так просто, если честно. Вот. Ну я же нажал. Вот. Вот. Динамик. 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 реально очень громкий для прослушивания музыки очень даже годный динамик камеру мы уже проверили можно также фотографировать и здесь на этом экране альбом мои фотографии я только не имею никакого понятия как пролистывать вниз она а может быть вот так на вот так вот так кнопкой громкости я просто реально не привык и это реально не очень удобно блин вот я опять перепутал видите радио без наушников с и же не работает у меня гарнитуры для этого телефона к сожалению нету телефон опять перезагружается и это прям ну вообще не прикольно ну ладно диктофон мы уже проверили так что не будем тратить на него время к сожалению телефон во первых вызывает вопрос удобно ли это может быть это и удобно вот кстати если вот так сделать то кнопки нажиматься не будут это будет блокировка клавиатуры удобно ли это вроде бы клавиатура удобная но такое решение реально очень нестандартная и реально для многих будет очень непривычно к сожалению телефон публики не очень зашел и популярности огромный не получил но тем не менее телефон был интерес также телефон на точно не подходит для молодежи потому что для тех кто уже заметила обратил внимание на этот маленький экранчик и наверняка может предположить что как на таком экране в игры то играть и поди в этом на этом телефоне в игры не поиграешь это действительно так и телефон не поддерживает я не поддерживает никаких игр собственно никаких стройных игр и здесь нет и устанавливать свои нельзя это телефон не для тех кто любит поиграть это телефон для тех кто любит послушать музыку давайте его выключим ни в какие ни в какие развлечения кроме музыки здесь нет увы а так но тем не менее телефон интересных эти публики не зашел для коллекции очень хороший телефон и экземпляр на сегодня все с вас и коз подписаться с меня пишите видосы если у вас был у кого-то из вас был такой телефон то пишите свои воспоминания о нем у меня его не было поэтому поделиться ими не могу не спасите вас господи подписывайтесь также на группу вконтакте на влоговый канал на всякий случай и всем пока